Всем привет! Это канал Одиссея Катя и Сергея и мы находимся в Самарканде. Сзади меня мавзолей Гур Эмира. Это фамильная усыпальница великого Амир Тимура. Все мы его знаем под именем Тамерлан. О гробнице ходит множество легенд и мистических вымыслов, о которых мы вам сейчас и расскажем и покажем. На гробнице великого Тимура установлена плита из темно-зеленого нефрита. На ней высечена знаменитая надпись. «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвержен страданиям или погибнет». И существует множество легенд, связанных с этой плитой. Самую страшную из них мы вам расскажем. Итак, со слов Малика Каюмова, оператора Ташкентской киностудии. В начале мая 1941 года решением правительства Узбекистана был вскрыт склеп в Гур Эмире. Директор киностудии сообщил, что партия доверила мне снять весь процесс скрытия гробниц в Самарканде. В Чайхане ко мне подошли три старика, обычные с виду, в тюбетейках и в халатах. Сынок, говорят, Тимура еще не трогали? Не надо его трогать, война начнется. Это в книге написано. «В какой книге?» – спросил я. И старики протянули мне тяжелую рукописную книгу в кожаном переплете. Открыта она была примерно на середине, прямо на фразе «Нельзя трогать прах великого Тимура». А далее были начерты на предупреждение о духе войны и о том, что его нельзя выпускать из гробницы. Я рассказал о стариках ученым. Они бросили фразу «Что за бред вы несете?» И мы вернулись в мавзолей. Едва приподняли крышку, запахло чем-то дурманищем. Другие вскрытые гробницы вообще никакого запаха не имели. Мне стало как-то не по себе. И тут внезапно погас свет. За предыдущие три недели раскопок никогда ничего подобного не было. Свет также внезапно появился. Экспедиционный электрик так и не смог сказать, в чем было дело. До начала Великой Отечественной войны оставалось ровно 48 часов. И только когда Тамерлана захоронили по всем мусульманским обычаям, в войне случился переломный момент. Что это? Мистика или кара грозного Амира Тимура? Предания гласят, что в усыпальнице заключен злой дух войны, которого и выпустили археологи, что привело к ужасающим последствиям. И так мы в самом посещаемом месте Самарканда. Площадь Регистан. Площадь украшают три медресе. Раз, два, три. Название площади Регистан произошло от двух слов. Рек – песок, стан – место. Существует легенда, что земля здесь раньше была покрыта песком, чтобы впитывать кровь в жертв публичных казней, которые происходили здесь вплоть до начала 20 века. А сейчас здесь проводят знаменитый фестиваль «Мелодии Востока» дважды в год. Это медресе у Лукбека. Раньше здесь было множество кельей, в которых жили студенты. Сейчас здесь сувенирные лавки. Местные жители говорят про медресе, что оно настолько тяжело, что даже земной хребет трещит от его груза. Местные жители. Напротив Медресе Олукбека – Медресе Шердор, что в переводе на русский означает «обитель Львов». Внутренний двор Медресе усыпан крупными камнями. Чтобы студенты вдумчиво ступали по земле, а не витали в облаках. Центральное Медресе называется Телякари. В переводе означает «отделанное золото». Здесь есть мечеть. Маленький вход в маленькую сувенирную лавку. Мечеть Бибихану. Это место, конечно же, окутано легендами. Считается, что желание, загаданное в мечети, обязательно исполнится. Если видите эту легенду, можно сказать, что не надо входить. Просто снизу стоя, в эту сторону смотрите и по себе основные три желания. Три даже можно? Ух ты, какая щедрость. Красивая легенда о мечети Бибихану. У Тимура, Тамерлана, была любимая жена Бибихану. Она была самой прекрасной женщиной Гарема и очень умной. Когда Тимур уехал в один из своих походов, она решила построить ему в подарок мечеть. Руководить постройкой мечети Бибихану назначила молодого Зодчего, который влюбился в нее. И вот уже Тимур должен вернуться из своего похода. А Зодчий не торопится достраивать мечеть, потому что знает, что как только он ее построит, он больше не увидит Бибихану. Тем временем Тимур шлет весть о своем возвращении. Бибихану торопит Зодчего. А он ставит ей условие, что он достроит мечеть, если она позволит ему поцеловать себя. Конечно же, Бибиханум разгневалась, а он был непреклонен. Бибиханум приказывает принести семь яиц, раскрашенных в разные цвета. Она говорит, посмотри, снаружи они все разные, но внутри одинаковы. Таковы и мы, женщины. Бери любую из моих рабынь, какую захочешь. Ты поймешь, что все мы одинаковы. Тогда Зодчий приказал принести два бокала. Один с белым вином, другой с водой. И сказал, посмотри, снаружи они одинаковы. Но если я выпью из одного бокала, ничего не произойдет. А если выпью из другого, он обожжет меня. Такова любовь. Так как возвращение мужа уже было близко, а мечеть была не достроена, Бибиханум согласилась на поцелуй. Поцелуй был настолько горячий, что оставил след на щеке прекрасных красавиц. Конечно же, Тимур заметил странный след на щеке своей жены. Бибиханум ему все рассказала. Тогда он приказал своим солдатам убить Зодчего. Когда Зодчий понял, что его смерть невинуема, он с одним из своих учеников забрался на один из миноретов. Стража уже подымалась по ступеням и гремела своими мечами. Где учитель, спросили они? Ученик сказал, что он сделал крылья и улетел в Иран. Конечно, и это всего лишь легенда. А то, что было на самом деле, нам рассказал экскурсолог. Хотя, никто не знает, что было там на самом деле. И, конечно же, мы посетили мы в зале библейского пророка Даниила, или, как его называют мусульмане, хаджи Данияра, или же Даниэля, как его называют иудеи. Здесь находится могила святого Даниила. Место окудано легендами. Множество из них связано с длиной могилы. Говорят, что гробницу неоднократно перестраивали, так как кости святого до сих пор растут. На сегодняшний момент длина могилы достигла 18 метров. Утверждают, что рука Даниила будет расти до тех пор, пока ею не будет опоясана вся планета. И вот тогда на Земле наступит рай. Мавзолей Гури Мир, площадь Регистан, мечеть Бибиханум, могила Даниила. Это то, что обязательно надо увидеть в Самарканде. Есть, конечно же, и другие достопримечательности. Между прочим, Самарканд – ровесник Рима. Он был основан в VII веке до н.э. Так что приезжайте, смотрите, прикасайтесь к древности и наслаждайтесь жарой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!